здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале карп лидер тв и сегодняшний выпуск мы посвятим обзору подсадчиков для фидерной ловли на самом деле головы подсадчиков для фидерной ловли бывают очень 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 разнообразными я постараюсь вкратце на примере нашей продукции рассказать о плюсах и минусах той или иной формы материала в первую очередь хочу рассказать о подсаках сделанных из лески материал играет большую роль леска не впитывает воду и не делает подсак тяжелее кроме того если мы ловим белую рыбу то наши маленькие крючки острые они не цепляются за леску как она бывает как это бывает происходит с тканевым материалом и вы вытащив рыбу из подсака вы не тратите время на выковыривание крючка из материи подсак из лески кроме того что за него не цепляется крючок даже при активной рыбалке обладает свойством очень быстро высыхать и когда рыбалка окончена вам достаточно просто стряхнуть его и подержать на открытом воздухе две-три минутки и вы кладете в сумку уже совершенно сухую голову это большой плюс для тех кто живет в квартире например и не планирует дома тратить время на просушку рыболовных элементов если мы берем подсак изготовленной из ткани не из лески какие у него минусы для рыбака он немного дольше сохнет он оказывает немного больше сопротивления в воде но какие у него плюсы главный плюс том что он не травмирует рыбу абсолютно то есть леска она все же может поддевать чешуйки то есть бывает такое что рыба отпускаешь а там несколько чешуек у тебя остается какие-то повреждения все равно может ей наносить такая тканевая голова она абсолютно для рыбы безопасно мягкая то есть рыба чувствует себя там как в домике вы и вытащили выпустили в садок или отпустили и никаких повреждений вы не наносите это для некоторых является ключевым моментом почему стоит использовать именно головы из ткани особенно по карпу карп к этому очень чувствителен то есть чешуйки снимаются на раз-два нельзя не упомянуть о складных головах вот в частности вот эта голова термокорум она очень легко и просто складывается для удобства транспортировки брюки превращаются брюки превращаются то есть вот так компактно на складывается для транспортировки а когда вы планируете рыбачить вы делаете просто вот такое легкое движение зацепилась поспешил вот такое легкое движение накручиваете на ручку подсачек и получаете большую объемную голову которая прекрасно подойдет для карпа в рыбалке для трофейной рыбалки то есть рыба на 35 килограмм в эту голову войдет запросто они бывают нескольких размеров то есть бывает даже еще немножко большая голова стоит учитывать что головы большого размера если они изготовлены из ткани впитывают достаточно много воды поэтому ручка которую вы используете при работе с этой головой должна быть максимально жесткой бюджетные ручки сделаны например из композита как правило достаточно мягкие и даже в длине 3 метра не говоря уже там а длине 4 метра они достаточно сильно прогибаются и работать с большой матерчатой головой становится очень сложно это стоит иметь в виду и не забывать об этом нам могло показаться что-то голова большая но бывают и гораздо большего размера голова то есть в такие уже спокойно можно принимать карпа на 5 на 7 килограммов кроме того голова от корум который я сейчас вам показываю она пропитана силиконом то есть она не впитывает воду не становится тяжелее и практически не повреждает рыбу рыба чувствует себя там очень комфортно в такой большой голове и и как правило используют при ловле трофейного карпа то есть если вы едете целенаправленно там не за подлещиками 500 граммовыми не за карасиками а именно за карпом то такая голова очень удобно в использовании кто-то скажет почему не взять классический карповый подсак ответ очень простой классическим карповым подсаком очень хорошо работать с напарником когда вы держите длинное удилище и вываживаете рыбу а напарник на подсаке выходит немножко вперед потому что ручка короткая если вы работаете в одиночку то жесткая ручка с такого класса головой как я сейчас например показал или вот такой вот головой от гарднер она и вовсе как видите слона можно поместить с глубокой матней то есть рыба на десятку вообще без проблем сюда входит так вот с такой головой и жесткой ручкой в одно лицо работать гораздо комфортнее гораздо удобнее вы минимизируете риск схода рыбы из-за того что вы не вовремя подняли подсак там не успели или там он прогнулся слишком сильно как бы то есть если вы рыбачите один повторюсь то вот такие головы гораздо более правильное решение по сравнению с классическими большими карповыми подсаками и еще пара интересных образцов чем они интересны вот эта голова от гуру сделана с достаточно глубокой матней и мелкой сеткой внутри в чем плюс глубокой матней с ней чуть сложнее работать она чуть больше сопротивление в воде оказывает но зато если вы подхватили рыбу просто вы на себя тяните подсак рыба там заворачивается как в кармашке вы сто процентов страхуйте себя от того что там какой нибудь бойкий амурчик или там резвый карась выпрыгнет во время того как вы подтаскиваете к себе этот подсак к тому же голова сделана из тонкой нитки очень и она легкая то есть она по весу практически как лесочная работать с ней одно удовольствие и вот такая вот последняя на сегодня голова от просто на вишнс она сделана из латексной сетки то есть здесь очень хорошо пропитан материал латексом она не намокает не становится тяжелее то есть вот какой вес она имеет такой же вес она будет иметь и в воде и точно так же она очень быстро обсыхает и точно так же на не травмирует рыбу то есть не издирается никакие чешуйки такой вариант очень эргономичной удобной ловушки вот этот размер я бы назвал средним то есть 40 сантиметров это классический размер при ловле белой рыбы если вы не настраиваетесь на карпа или там трофейного леща просто ловите классического подлещика карася платвичку о размере я упомянул на самом деле подсаке как правило бывают стандартные размеры типовые это 45 сантиметров 55 сантиметров или больше больше это значит 60 и выше так вот 40 45 это ловушки когда вы настраиваетесь на ловлю плотовые например или мелкого подлещика то есть есть конечно риск что вам летит какой-то бонус и будет его сложно маленькая ловушка подцепить но когда вы знаете что этот риск минимальный маленькие ловушки дают очень гораздо больше комфорта в управлении то есть они гораздо легче вы всегда можете быстро подхватить рыбку средние ловушки которые 55 они используются как правило при ловле более крупной рыбы там крупного карася когда на леща вы собираетесь или не крупного карпа а уже если вы собираетесь именно за трофейной рыбой то есть настрой такой что точно я еду за лещом там от двушки и выше или может быть карп и там 22 с половиной 35 10 килограмм то тогда стоит обратить внимание на головы именно для трофейной рыбалки то есть большие размером от 60 сантиметров в диаметре но упомяну еще раз ручки для таких голов должны быть максимально жесткие эконом варианты такие сопливые мягкие которые прогибаются никак не подойдут спасибо что были сегодня с нами подписывайтесь на наш канал youtube там будет очень много интересных новых видео ждем ваших лайков до свидания